Вахтовики народ суровый, неприхотливый, но тепла и уюта хочется всем. Особенно зимой, особенно вдали от дома. Ветеран Ямбурга Александр Урбан это знает не только по себе. Почти 35 лет он заботится о комфорте газодобытчиков, проживающих в трассовых поселках. Чтобы люди, придя с работы, зашли в тепло, чтобы у них был свет, была вода, включили телевизор, вышли в спортивный зал. Стараемся, чтобы было красиво на модулях в общежитиях. Бытовую неустроенность первых лет освоения Ямбурга Александр Николаевич не застал. Он приехал в 88-м. В вахтовом поселке ГП-6 как раз сдали общественный корпус и одно крыло нового финского жилого комплекса. Тем не менее, вопрос койко-мест по-прежнему стоял остро. Возникали и другие сложности. Он тогда был комендантом общежития. Было, что в понеделье не было света. Вот на Ямбург выезжали, старались в 6-7 часов утра, чтобы попасть в управление. Ну, до 3 часов туда, в одну сторону. Со временем эта дорога сократилась втрое. А география передвижения Александра Урбана по Ямбургу, напротив, увеличилась в разы. Так, сейчас, секундочку, отец Николаевич, мы с вами на Харвуту завтра поедем, нет? Да. Служба эксплуатации номер 4, которой он сегодня руководит, обслуживает все трассовые жилые комплексы предприятия на месторождении. А это в ЖК 2-го газового промысла, 4-го, 6-го, 9-ки на Харвуте. А еще общежития в аэропорту и в районе ГП-1. В юности Александр Николаевич серьезно увлекался баскетболом и даже мечтал о тренерской карьере. И пусть позже планы поменялись, спорт он не забросил. Играет в волейбол, бильярд, шахматы. В последней спартакиаде УВП их служба заняла первое место. Командный дух и нацеленность на результат помогают коллективу не только на спортивной площадке, но и в работе. Вам нравится ваша работа? Да. Особенно, когда что-то задумал и получилось. Конечно, нравится. Мало того, что когда коллектив еще поддерживает в этом начинании. Когда они какую-то идею, им у нас воплотилось, это уже приносит радость. Не только нам, но и жильцам. В этом году управление по эксплуатации вахтовых поселков 35. Александр Урбан в нем практически с самого основания. За это время Ямбург стал для него вторым домом. И его цель, чтобы и те, для кого они с коллегами работают, чувствовали себя здесь, как дома. Нелли Харудинова, Юрий Григо, Ямбургское месторождение. На базе Управления технологического транспорта и специальной техники состоялась встреча молодых работников с руководством филиала. Задача – привлечь молодежь к социальной и общественной жизни общества. Решение – вступить в ряды совета молодых ученых и специалистов. Сегодня в составе СМУЗ почти 800 человек, как в вахтовых поселках, так и в городе. Для участников действует рейтинговая система оценки деятельности, которая ежегодно позволяет объективно определить лидеров с учетом активности в рационализаторском, научном, творческом, социальном и спортивном направлениях. Я надеюсь, что это нам даст приток молодежи и в актив, и в СМУЗ, и у нас появятся новые идеи для реализации мероприятий. Очень надеюсь, что молодежь Управления предложит какие-то новые мероприятия, новые инициативы проявит, которые можно будет тиражировать не только в Уренгое, но и вообще на всем обществе, для всей молодежи. Это привлечет внимание к нашей деятельности и станет еще более интересной наша работа с молодежью. Я думаю, что вот здесь у них появятся и дополнительные знания, в нормативных актах, и опыт реализации каких-то пакетов развития. Это, наверное, и цифровизация, это, наверное, и автоматизация, это, наверное, и построение каких-то новых производственных цепочек. Деятельность молодежного объединения в «Газпромдобыче Ямбург» основана на принципах тесного взаимодействия с руководством предприятия и профсоюзной организации. Молодые активисты участвуют во всероссийских и отраслевых конференциях и семинарах, в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, а также организуют собственные научно-практические и рационализаторские конференции, чемпионаты по решению инженерных кейсов, интеллектуальные турниры и творческие мастер-классы. Вступить в СМУС может любой желающий до 35 лет. Алмаз Атгиманов, Дмитрий Шолохов, Новый Рингой, специально для ЯТВ. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа грации и пластика. В этом году, 25 января, Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Литературно-музыкальную гостиную мы решили посвятить его памяти, его замечательному творчеству, легендарному творчеству, человеку, необычному для русской поэзии. Я практически с рождения познакомился с творчеством Владимира Семеновича. Моя семья мне, в общем-то, прививала, это всю жизнь мою, все детство. И отец, и мама, и вообще у нас в доме звучал Высоцкий. Был старый проигрыватель Ригонда, и там крутили пластинки, пластиковые, прозрачные эти с Высоцким. Я вам маски не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Все, что можно было найти, кассеты, бобины, слушали, все, что можно было услышать. Поэтому для меня Высоцкий – это часть моей жизни, большая часть моей жизни. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая. Для литературной гостиной выбран формат квартирника своеобразного. Очень хотелось, чтобы обстановка была дружеской, чтобы люди не просто слушали слова и песни Высоцкого, а воспринимали их глубже, понимали. Может быть, наконец-то услышали. Я спросил тебя, зачем идете в горлы? А ты к рюшинам шла, а ты рвалась я в бой. Ведь не вносит самолета, видно, здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И сих пор ты стала блистая и ласковая. Огенистка моя, скалоласка моя. С меня при цифре 37 в момент сметает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37. Высоцкий, на самом деле, он именно артист. Артист в широком понимании этого слова. Он прекрасный актер, он прекрасный творец. И что, как ни стихи, демонстрирует его многогранность, его глубину, его масштаб. Мне есть что спеть перед Всевышним, признавался он. Ла бы наша воля. Мы до утра здесь сидели и наслаждались его творчеством. Мы затронули самые верхушки его жизни. Мы мало говорили о любви, мы мало говорили о его актерской деятельности. За это время невозможно было успеть все охватить, но мы справились. Я не слава свою беду по весеннему по льду. Над ломился лед, душа оборвалась. Камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, Да за острые края задержалась. У него очень много песен и очень разнообразных. В какие-то моменты жизни разные песни по-разному в душу приходили. В душу, в мозг какие-то о любви, какие-то о политике, какие-то там о каких-нибудь приключениях. Две песни по сорок куплетов, да? Ну, примерно. Ну, вы должны знать. Лукоморья больше нет, а дубом простыл и след. Дуб гонится на паркет, так нет-нет. Выходили из избы здоровенные жлобы, Порубили все дубы на гробы. Подпевали абсолютно каждому оттенку его творчества. То, что касается сатиры, то, что касается каких-то любовных перипетий, то, что касается его жизненной позиции. Тут очень много можно найти близкого. И я думаю, что каждый из жителей нашей страны может найти в его творчестве частичку себя. На вершине стоят пельной, Значит, как на себя самого, Положись на него. Я люблю, и значит, я живу. Робот-эколог «Умная теплица» Проект для грамотной утилизации медицинских масок. Здесь представлены исследовательские работы на любой вкус и цвет. Познакомиться с научными трудами несовершеннолетних доцентов пришли одноклассники, одногруппники, родители и учителя. Педагогам и участникам, что хочется пожелать, не останавливаться на достигнутом. Ведь наука, познание, пытливость детей нужно педагогам подхватывать. Детям нужно изучать, стремиться, вникать во все, невзирая ни на какие проблемы. 137 работ, 56 экспертов. Это уже седьмой по счету фестиваль. Его организатором является Новоуренгойская детская экологическая станция. А «Газпром добычи Ямбург» выступает в роли партнера с 2016 года. Очень приятно делать год знаний, который объявлен у нас на Ямале. Потому что знания и наука открывают дорогу к грандиозным достижениям и к выдающимся успехам. Как правильно сказали, мы не один год уже поддерживаем творчество детей. И в то же время считаем, что тягу к научным исследованиям нужно поощрять. Поэтому мы учредили три специальных приза «Газпром добычи Ямбург», которые мы вручим по итогам данного фестиваля. Дмитрий Стельмаченко участвует в фестивале впервые. Он презентовал работу «Секреты северного огорода». Так Дима вместе со своей учительницей вырастил в теплице настоящие хрустящие огурцы. Пусть масштабы и не промышленные, но это не главное. Главное привить любовь к труду и дать возможность сделать что-то своими руками. На одной стороне, где было много лучей солнца, там кусты с плодами были больше. Там, где было мало света, там кусты огурцов прорастали выше, а плодов практически не было. Еще один герой фестиваля – Гордий Чумичев. Он представил на суд экспертов необычный проект «Чудеса батарейки». В ходе эксперимента Гордий выяснил, что лимоны, яблоки и картофель полезны не только с точки зрения питания. Это идеальный электролит для выработки бесплатного электричества. Правда, не столь мощного, как у обычных батареек. Таким образом, юный исследователь предлагает использовать энергию фруктов и овощей для зарядки техники. Я хочу вам рассказать про эксперимент. Сначала мы порезали лимон, и мы взяли саморез из синкованной стали и монету 10-ти рублевую. И для этого мы взяли кислый фрукт – лимон. Мы также все подсоединили к проводам. И когда мы это все подсоединили, наш светодиод загорелся. Праздник науки включал в себя не только эксперименты, но и конкурсы с играми. За два дня работы на стендовой сессии и пленарных слушаниях выступили более 140 ребят из 47 образовательных организаций. Лучшими из лучших достались призы и подарки. По итогам фестиваля отобрано 20 проектов, которые представит город на окружном уровне. Алмаз Абдельманов, Юлиан Адрага, Дмитрий Шолохов, Новый Рингой. Специально для ЯТВ. В Новозаполярном завершился традиционный новогодний турнир по мини-футболу. Желающих поиграть в этом сезоне оказалось немало. В общей сложности шесть сформированных команд в течение двух вечеров подряд по большей части демонстрировали техничный и аккуратный футбол. Твердое покрытие и небольшие размеры зала способствовали особой динамике, которая сопровождала буквально все 15-минутные поединки. Расслабление было голу подобно, поэтому очки на радость зрителям командам доставались совсем непросто. В итоге на третье место пьедестала поднялись спортсмены в ИЖК. На второе команда смена. Кубок турнира оказался в руках сборной с названием «Тюмень». Накал страстей, эмоций самих соперников, футболистов, также болельщиков. На балконе приходят, внизу смотрят. То есть атмосфера очень здоровая, хорошая, приятная. Футбол в актовом поселке – достаточно популярный вид спорта. Именно поэтому в ежегодном расписании организаторы уделяют ему особое место. Ближайшая дата подобных соревнований запланирована на вторую половину февраля. Дмитрий Тугинов, «Заполярное месторождение». Город белого цвета, с шитыглами льда. Он укрыт черным пленом полярной ночи. Девять месяцев здесь композитор – зима. И рапсодия в юге протяжно звучит. В белых клавишах снега – аккорды домов. В черных нити дорог освещает свет фар. И метель сочинила том белых стихов. У весны получив теплых дней канара. Я в дуэте с тобой не устану играть. Фонари, улыбаясь, проводят домой. Одиночеству тундры решил помешать. Смелые, яркие и новые. Всегда уренгой. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok